Которая уже вошла в историю мировой поп-музыки Жёсткий график работы 3-4 часа в сутки на сон Съёмки клипа на сингл Гамена Сай Репетиции перед шоу и концерты Суетливая Москва Солнечный Лос-Анджелес Дождливая Германия Гостеприимная Италия Главные города Прибалтики Рига и Таллин Концерт в Санкт-Петербурге Музыка против консерватизма Откровение как творческий принцип Это история их жизни И их по-прежнему не догонишь Юля Волкова и Лена Катина Лайв Да, сейчас нам, конечно, предстоит Надо обсудить нам всё и всё По поводу вылетов Собственно, это наш офис Где мы проводим всякие мероприятия Собрания, обсуждения Знакомьтесь, это наша элечка Наш ассистент Кто с нами всегда рядом Кто нам всегда всё делает для нас Вообще, как наша, в общем, вторая мама В основном покупает таблетки От вредности И наш доктор личный Наша мамочка Наша сестрёнка В общем, человек, кто о нас заботится Собственно, делает для нас всё Это нашка Дашка Это Даша Медша Мэйбиша Это те, кто занимается самыми важными вещами для нашего проекта То есть, визами Билетами Если б не она, я думаю, что мы бы гостарируем Алина, она с нами ездит вместе Как турменеджер Да В общем, это Даша Вот Ну, это, если туалет, конечно, вам интересен Мы можем вас с тобой проводить В шоу-бизнесе невозможно, чтобы тебя никто не знал Чтобы ты никого не знал То есть, в общем, тем более, если ты тусуешься Ходишь там по всяким клубам, по всяким местам Там, в Москве, неважно где То есть, в любом-то там Полгода мы жили в Америке Мы везде ходили Как бы, нас там многие знают, да Как бы, из наших знакомых, друзей Вот Но это не значит, что это близкие друзья На самом деле, очень мало в мире встречается тех людей С которыми ты вот так вот видишься И с первого дня ты просто понимаешь Что это человек, который тебя понимает И с которым тебе интересно общаться Да Пойдём, пойдём, пойдём Диск, 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 диск Слушайте, вот этот вот диск Вот у нас, Ленка, любимый наш уголок Где мы очень любим все это пить чай Это диск, который нам вручили, наверное, может быть, года 4 назад, да? Да, где-то так За миллион, за больше, за миллион или за более проданных копий по России Платиновый диск По России, да, на самом деле Да, это первая платьина, да, по-моему, которым был Который вообще артист получал Который на русских... Да, по-моему, да Ну, а теперь, собственно, пошли в переговорную уже к нашим непосредственно людям Мало времени я провожу своими родителями Так получается Потому что, как бы, у родителей было какие-то свои дела То есть, например, я свободна, мама, например, у вас с папой уезжают Или наоборот Мама свободна, я не могу Вот, например, сейчас мама дома У меня, как бы, сегодня целый день, как бы, загружен Но стараюсь, как бы, если есть время, поговорить с родителями Поделиться, там, приехать в гости Их куда-нибудь, может быть, в кафе, в ресторан взять Вот, обожаю друзей То есть, как бы, это для меня, если меня знают, что у меня есть, например, свободный вечер Я всегда, по-любому, еду в сторону центра И, там, один друг позвонит, там, подружка позвонит Заезжай к нам, заезжай к нам, заезжай к нам То есть по-любому я еду, общаюсь, мне нравится, как у меня люди, мне нравится эта жизнь, эмоции людей. Я ненавижу тех людей, которые начинают грузить, и я стараюсь с такими не общаться. Я могу послушать проблему, но когда каждый день у людей проблемы, как бы это невозможно. Уже каждого человека есть какие-то люди, очень ли вообще позитивных людей. Мы вот здесь встречаемся, и с Леной, если какие-то там моменты, всякие люди к нам приходят. Дорогая, садись, пожалуйста, за свой компьютер. Докладывайте. Это наш сейф, это наш сейф, где хранятся наличные деньги. Наши бабки. Не покупайте наши пиратские альбомы. А то у нас не будет такого зрения. Так, товарищ Волков, давай, дай докладывай. Леночка, а можно вас попросить автограф? Ты что, обалдела? Сюда за автографом пришла, уберет. Так, короче, слушай, ты же знаешь, да, что сейчас мы смотрели «Летим сначала в Германию». По-моему, в задом. Да ладно? В задоме мы сколько мы песен поем? По-моему, там летит флипсайд, если, да? По-моему. Да, летит флипсайд, мы с ней бьем «Гоминосай». Это хэппи бёздый. Да, а что любимая, кстати, песня, вот. Хэппи бёздый. Вот, потом, по-моему, с тобой поем «Лабаутаст» там, да? Да, и... И «Гоминосай», по-моему, получается такой оригинал. Они же сейчас хотят второй сингл запускать до Европы. Третий. Третий, точно. Потом мы летим в Америку, кстати. Да, по-моему, на четыре дня, что мы снимаем «Гоминосай». На три. На три дня. Мы снимаем «Гоминосай» и возвращаемся, так мы, в Германию. Наше что, надо репетировать с музыкантами? Да, потом в Италии. Что ж концерты-то? А в Италии что? А в Италии там вручильня. Миланя. Да, точно. А потом возвращаемся, по-моему, на искнике в Москву. Слушай, а потом к нам еще музыканты прилетают в Москву. У нас там какие-то репетиции начинаются. Ой. Четыре дня. За четыре дня мы, кстати, должны стоить, на самом деле, репетировать. Потому что 11-12 Таллинн. Рига. Рига, да. Потом Чили 21-го числа. 28-го Питер. На Питере там вообще будет. Там все летят туда всякие японцы. Надо бы сейчас с пиротехникой разобраться. У девчонок очень большая нагрузка, на самом деле. Они большие работяги. Конечно, это требует колоссальной отдачи и силы. Конечно, переживаешь все время. На телефоне, без конца с телефоном, или СМС, или звонок, или что-то. Ты где? Ты как? Ты долетела? Как себя чувствуешь? Ой, слушайте, давайте я вам расскажу про эту коробочку. Где-то, короче, было какое-то вручение. Мы уже не помним, где в Европе. Нам сказали, что вот эту вот саму штуку нам на сцену вынести не могут. По каким причинам, непонятно. Она очень тяжелая. В общем, собственно, мы приехали в Москву, нам ее выслали. Там вот такая штучка была. А там вот такая штучка была. Ну, не знаю, сколько она тяжелая, вроде как пока легкая. В общем, все равно приятно. Долго ржали. Все равно приятно. Ну, это вот, собственно, всякие. Ну, тут, короче, всякая пресса, диски, журналы, валяется. Вот как это называется? Телескоп. Телескоп нам подарили фанаты. У нас были, когда давно, туроп Россия. Года три, наверное, назад. Вот нам в каком-то городе подарили. Не помню, на Риске или где-то. Чтобы подглядывать за всеми. И я буду за вами смотреть, дорогие друзья. Вот, ну, это вот диски, диски, диски. Потому что очень много приходит людей на переговоры. Мы же такие деловые, мы расписываемся. Поставляем автографы. Поставляем автографы. Фотки, журналы. Это тоже какая-то награда, по-моему. Ой, скоро вылетаешь. Блин, Америка, работа куча вообще. Ну что, пойдем к нашим? Был очень жесткий график, очень жесткий. Было безумное количество концертов в месяц. И, опять же, я думаю, что они это выдержали только благодаря возрасту своему, крайне юному. С одной стороны, да. С другой стороны, в общем, могло бы и по-другому что-то обернуться. Но, тем не менее, выдержали. О, давайте вам расскажем про эту штуку. Вот это, на самом деле, вещь, которую, собственно, вы, наверное, слышали о том, что мы сейчас выпустили наш мерчендайзинг. Всякие вещи, шапочки, футболочки, штанишки, ручки. В общем, все это издается, на самом деле, в Китае. Но в Москве мы разработали план, вот, собственно, смотрите. Склад, который будет в Москве. Шереметьево. Вот, Шереметьево, да. Это вот пока, как мы все это дело видим, макет. Вот, мы хотим это, на самом деле, создать, построить. Потому что очень много сейчас, на данный момент, заказов. Уже просто некуда все привозить. Не хватает места. Просто этого восточа не хватит. Просто не хватит. Просто не хватит. Чисто физически. Поехали. Радость в каждом поцелуе. Амиксин. Жизнь без герпеса. Я сейчас еду на фонсессию. Журнал «Олипом» справа, да? Да. Настроение так себе. Могода хреновая. Я сегодня не выспалась. Не знаю, с чего начать. В шкафах у меня, на самом деле, всегда бардак. Жуткий причем. Вот. Поэтому я оттуда вот так... Ну, вот, собственно, вот. Это всегда так, понимаете? Это вот всегда так. Вот так вот у нас происходит в этой жизни. Но тут-то еще так, более-менее. Вот. А здесь это вообще лучше не открывать. Вот этот вот шкаф, вот эта дверь. Тут тоже вау просто. Это палочка с моими пижамками. Самая любимая. Люблю пижамы. Обожаю. Мы подружки, но я, наверное, сказала бы так, что это в большей степени благодаря Ленкиному очень легкому характеру, очень жизнерадостному, солнечному. Она просто сама по себе такой человек. Мне не кажется, что это моя заслуга, потому что специально я ничего не выстраивала. Я прекрасно понимала такую вещь, что нам придется с ней редко видеться. Вот, очевидно. И как-то вот я постепенно начала себя готовить к этому. Но только из-за того, что ей это нравилось. То есть я все-таки шла на ее поводу и делала то, что ей больше нравилось. Что, дорогие друзья, сегодня у нас футсессия для журнала Браво. Вот такая у меня, собственно, прическа. Иногда я прихожу сюда поспать. На самом деле я всегда все собираю по списку. То есть у меня есть список, я пишу там джинсы, три пары там, кроссовки одни. Вот. Ну и, соответственно, там косметика, тоники, крема, лаки для ногтей. Кроссовки – это вообще незаменимая вещь, считаю, в нашей жизни. Это, вот. Ну потому что, ну а что, ноги мучатся, ноги устают на каблуках. Потом вредно же. В кроссовках так, чёп-чёп-чёп-чёп, и отлично. Ну так на съемке, конечно, там надо каблуки, вот такие вот каблуки, и такие прям, такие прям, классные. Вообще люблю тапки. Смотрите, какие у меня тапки. Я маму подарила. Смешной никогда не стараешься быть? Почему? Это весело. Ой, как это хорошо. Я вообще над тем не думала. Вообще смешная или нет, не знаю. Такая-такая есть. Чужого не бери, своё не отдавай. Зажмусь и умри, люби и умирай. Скажи, поклянись, скажи, что ерунда. Умри и притворись, что любишь навсегда. С детства мы послушали именно её, а не она нас, пойти в музыкальную школу, отвезти её за ручку и там оставить. Именно она сделала этот выбор с пианино, да, вот с портепиано-классом. Я сама сказала маме, что я хочу играть на пианино. А на сегодняшний день, мне кажется, она всё-таки сама на себя похожа. А вообще, как бы, вот внешне люди говорят, что папина и мамина есть. Ну, чтобы так что-то преобладало, нет. Ни папина, ни мамина. Мы очень разные с папой, с мамой. Она такая очень индивидуальная. По чуть-чуть от каждого от нас, и всё-таки что-то своё в ней такое большое есть. Упрямая. Если она что-то задумала, если ей посоветуют, что так, например, не надо, она махнёт. Да, конечно, наверное, не надо. Но сделает. Вот. Может быть, для того, что как-то она однажды сказала, что... Ну, это не сделав, я это не пойму. То есть, на самом деле, это же все так мы и взрослели. Ну, то есть, она хочет пройти эту жизнь, наверное, так, чтобы всё в этой жизни испробовать самой. Что ещё? Обязательно спортивный костюм. Так, по отелю ходить. Или пижаму. Ну, такая полосатенькая пижамка. Ну, такая... Такая её башечка. Ну, такие штанишки у нас. Вот. Пижамочка. Обязательно я сплю вообще всегда в пижамках. На мной Юлька ржёт. Мы с ней ложимся спать. Юлька ложится спать в трусах. Ну, так, интимная подробность небольшая. Вот. А я ложусь спать даже летом. Периодически в байковой пижаме. В шерстяных носках. И вот так вот укутываюсь под одеяло. Вот. Мне всё время холодно. У нас стиль одежды, в принципе, да, повседневный, это джинсы, кроссовки, там, кенгурушка, да, ну, такая просто, вот кофта, намолна, там, майка. Вот. А если куда-то, наверное, на вечер, ну, куда-то на выход, то больше, наверное, классика. Когда лето, я обожаю всякие яркие цвета. Белое, розовое, красное. Не знаю, невозможно сказать. Всё люблю. Я была 14 лет, и мы ещё думали. Мы думали, о кем нам теперь быть. То есть мы думали всё-таки. Она говорит, мам, наверное, тогда я буду суперстилистом. Мне нравятся, говорит, вот эти макияжи, стиль одежды. Я бы хотела вот это всё охватить. А у неё задатки есть, в общем-то, такие хорошие. И классику люблю, и чёрную люблю. Ты знаешь, у меня есть шуба, но нет, я их не ношу. Я зимой хожу тоже в кофточке лёгенькой. Центр, да, торговый, там вот этот магазин Корсеты, и рядом магазин нижнего белья. Вот два моих любимых магазина. Я прям... Ну и парфюмерный, собственно, там же. Белый очень любит нижнее бельё, там вот эти вот духи. Это просто. Парфюмерный магазин – это не меньше шести флаконов. Ну, в общем-то, всё, чемодан собран. Его потом заберут. Ну, я же его буду тащить тут. Кладам 30, наверное. Вот. Процесс закончен. Я пошла одеваться. Рыжая. Блан. Блан. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Это моя собака. Я по ней ужасно скучаю, когда уезжаю. Вот. Потому что такая рыжая, да, пушистая. Так классная. Вот. Но на самом деле у нас уже совсем взрослая. Будет 22 апреля будет 10 лет. Вот. Чем ей будет 10 лет, она всё время пускать морду. Нет. Ну, я думаю, ещё могу вот так вот сейчас делать. Друзья, как. Это мой чёрт. Короче, едем в аэропорт. Чемодан уже внизу. Встретимся в Америке. Прям даже не знаю, что ещё сказать. В общем-то, всё будет клёво. Пока. Мы уступим. Да, я люблю позвать. Ну, я думаю, что это мой образ жизни. Не знаю. Хотя, как бы, мой папа всегда у меня получил, чтобы лучше ты приедешь раньше, чтобы на полчаса. Хотя раньше вот мы так с Лянькой встречались. А сейчас, не знаю, ну, то ли образ жизни, то ли как-то хрен его знает. А мы всегда договариваемся, например, Юль, давай там в 4. Давай, да, всё, в 4 встречаемся. В 4-го, смотрю, уже стоит. В 4-го, да. Её так как раз стоит. А сейчас, не знаю, может, просто зависит всё от пробок. Но раз выйдешь так вот пораньше, всё равно встаёшь в такую пробку, что хана. Ленок, Ленок, еду, 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 еду. Знаешь, что я опаздываю, еду. А вы уже там? Ну, всё, давай, давай, сейчас через минут 10 буду. Ну, как обычно. Я всегда говорю, что через 10 минут буду. Я стараюсь, по крайней мере. У меня хотя бы, по крайней мере, есть стимул. Как всегда, вот это всё вот так вот. Ну, хорошо, что Москва свободная. Как обычно, вещи собирала на ходу, это по-любому. По-другому просто у меня не бывает. Ну, я взяла всё. Я взяла и тухлые, и кроссовки, и тёплые какие-то сапоги. Потому что в Германии, это ещё, по-моему, прохладно. Всякие кофты тёплые. На своём летнюю одежду, конечно, было. Ой, я не могу. У меня, конечно, с вещами вечная просто такая проблема, потому что это моё хобби. Одежда, это мой ход по магазинам, вообще, это моё хобби. Когда я куда-то уезжаю, мне всегда так тяжело собираться, потому что, как бы, в каждой стране своё настроение. И ты, как бы, ты не знаешь, что тебе, как тебе захочется там одеться. В Москве ты, как бы, приезжаешь, ты привыкаешь к тому, как люди, например, уходят в Москве. Когда приезжаешь в Америку, там совсем по-другому, как люди смотрят на одежду, и, как бы, ты по-другому одеваешься. Это так всегда тяжело, блин. Ой, так хорошо едем в Америку, клёво, репетируюсь. Германия, музыканты, так все клёво. Да, я на самом деле в Москве. И такое какое-то настроение такое странное, дурацкое. Я не понимаю, почему. Может, погода, может, просто, не знаю. Может, просто хочется уже что-то делать, хочется уже быть в процессе. Моя машинка. Я люблю сама ездить, Лём. В пробках очень люблю ездить. А в машине, мне кажется, отдыхаю. Я спокойная водитель, а она сумасшедшая. Амиксин. Твой стиль. Жизнь без герпеса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!